Сегодня в городской госавтоинспекции собрали руководителей предприятий пассажироперевозчиков. Разговор шел об аварийности, ее причинах и подготовке к осенне-зимнему периоду. По данным ГАИ, на протяжении 8 месяцев этого года уровень аварийности на территории региона с участием водителей фирм-пассажироперевозчиков вырос на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах в этом году произошло 36 аварий, тогда как в прошлом году их было 30. Рост аварийности наблюдаем в Запорожье, Мелитополе, а также в Ореховском и Куйбышевском районе. Особых позитивных тенденций нет по стабилизации аварийности, Энергодар и Токмак. Состояние аварийности на уровне прошлого года. Кроме того, незначительно повысилась аварийность по вине самих водителей. На сегодняшний день произошло 13 таких дорожно-транспортных происшествий, в прошлом году их было 12. Рост составляет в относительных цифрах 9%. Особенную тревогу вызывает ситуация, которая сложилась в областном центре. Если учесть, что в Запорожье эксплуатируется не больше 60% от общего числа лицензируемых автобусов, то на город Запорожье приходится 100% всех происшествий, которые произошли по вине водителей. По статистике, за 8 месяцев 2013 года в ДТП с участием пассажиров-перевозчиков погибли 5 человек. В 2014-м 4. Травмы получили 45 человек, а в прошлом году 88. Но все это, говорят в ГАИ, не дает поводов для ослабления контроля. С начала года сотрудниками госавтоинспекции области было задокументировано 3760 фактов нарушений правил дорожного движения водителями автобуса. Самое интересное вызывалось удивление, что среди этих 3700 фактов, 30 фактов управления водителями автобусами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Среди причин аварийности на первом месте несоответствие скорости конкретным условиям движения. На втором месте нарушение правил маневрирования. И на третьем нарушение правил проезда пешеходных переходов. Дисциплина водителей маршруток, отмечают в ГАИ, остается на крайне низком уровне. Госавтоинспекторы видят причину в слабой воспитательно-профилактической работе на предприятиях и пробелах в кадровой политике. Руководители фирм возражают, мол, поздно воспитывать 30-40-летнего человека. Правоохранители утверждают, что в общем это никто просто и не пытается делать. А от управления транспорта и связи горосполкома поступило предложение, исходя из юридической возможности разрывать договоры с филами, работники которых систематически попадают в ДТП. Протокол составлять на лицензиата, на юрлицо. Ну там как-то там выводят. Тогда точно в суде у меня не будут глаза, я не буду глазами блымать и рассказывать, что мы дураки. Участники совещания также обсудили вопросы технической подготовки транспортных средств пассажироперевозчиков к осенне-зимнему периоду.